друзья всем привет я сегодня опять выбралась на природу еще пока у нас конечно травы не особо только медуницы и ветреницы появились но зато у нас много берез и они уже вот-вот буквально распустятся уже некоторые березки выпустили листочки но еще можно собирать почки и я хочу вам немного рассказать о почках потому что о почках березы потому что я тут как-то недавно узнала что оказывается люди собирают почки березы прямо и вот живых веточек мучаются собирают их ну как бы конечно почки березы собирать любом случае как бы сложновато сложнее чем почки осины но делают как бы неправильно и я сегодня вот хочу вам рассказать как это правильно делать ну как меня учили мои предки во первых почки березы необходимо собирать когда они уже проклюнулись ну вот вот такие вот почки их видите уже немножко они вот вылезли потому что если вы будете собирать почки березы когда они еще даже чуть-чуть не проклюнулись ну вы можете набрать мертвых почек потому что часто на березах бывают веточки которые уже ну отмирают и на них почки не распустятся потом даже вот летом можно видеть до зелено среди зеленых ветвей можно увидеть мертвые ветви на которых почки есть а листочков нет поэтому чтобы вот так не получилось все таки необходимо это делать вот именно в тот момент когда почки проклюнулись и при этом все таки я считаю что в это время полезных веществ в почках больше да когда уже там маленький листочек зелененький он свернутый он набрал как бы да всю свою силу приготовился к прыжку чтобы развернуться и стать большим хорошим листом но опять же собирать их отбирать их вот так с веточек не надо необходимо срезать ветки поскольку берез у нас много все таки да у нас здесь березовые места как бы обрезать с каждой березы по нескольку веточек вреда не нанесет никакого поэтому те кто постоянно переживает что мы можем что-то берез берез как-то навредить не переживайте мы же обрезаем я всегда говорю мы же обрезаем деревья и кустарники у себя в саду да и они прекрасно от этого растут дикие деревья они абсолютно такие же поэтому если мы их обрежем они только еще больше начнут куститься и ветвиться поэтому мы будем делать именно так вот сейчас я возьму вот эту веточку и буду обрезать нее вот такие небольшие веточку вот такие примерно можно взять секатор честно я секатор забыла дома поэтому приходится действовать ножом секатором конечно это было бы проще и быстрее ну что поделать вот вот такие веточки я нарезаю эти вот почечки на них небольшие но уже у них проклюнулся зеленый листочек чуть-чуть что я дальше буду с ними делать эти веточки я привезу домой на крышу свяжу их в пучки и повешу так их сохнуть то есть почки должны высохнуть на веточках однажды мне сказали сделал однажды знакомый один высказал предположение а не уйдет ли сок из почек обратно в ветки поверьте мне нет все будет совершенно наоборот как раз использую как раз из веточек весь сок пойдет в почки такое свойство растениям хорошо нам видно на примере отчитка кто знает отчиток пурпурный да например нас вот растет если его с собой срезаешь вместе со стеблем и приносишь и если не от не обобрать листья и цветы то они будут дальше расти цветы будут и даже расцветшие они расцветут до листочки еще новые начнут нарастать вот поэтому надо все это обрать это бывает даже когда уже берешь листья и цветы они новые начинают выпускать стебли там мясистый степень поэтому то есть то есть у стебля у него задача отдать свои соки отдать в листья в цветы то есть вот так поэтому вот эти почки даже они еще могут чуть-чуть еще даже побольше когда после того как они повисят когда стебель начали то есть веточка будет высыхать и все все свое все свои силы отдавать в почку и потом можно будет вот сесть и дома обобрать вот эти почки и и после этого они готовы уже применение народной медицине настои и отвары березовых почек рекомендуют при водянке отеках артритах миозитах различных заболеваниях желудка печени желчного пузыря ревматизме подагре простудных поражениях суставов отваром и спиртовой настойка сухих березовых почек лечат на кожные заболевания особенно на лице угри сыпи раздражения также спиртовую настойку березовых почек применяют в качестве натирания при различных заболеваниях суставов вот почки березы кстати очень кутой же можно есть я в лесу ем все что не попадется так что попутно пообедаем надеюсь эта информация будет для вас полезной и сбор почек березы станет для вас не таким сложным времяпровождением потому что я представляю как вот эти меленькие почечки собирать по одной но это очень долго это одну горточку можно побрать буквально за один выход ну в общем то вот что я хотела вам сегодня рассказать о почках березы о том как их собирать всем счастливо всем пока